Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет. Самара, сегодня я вам готова рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кушкин и глава службы Николай Подгузов. Уже в следующем году планируется отремонтировать и модернизировать более 30 отделений связи, а также усилить мощность сортировочных центров. Именно в Самарской области расположился один из самых крупных почтовых центров – макрорегион «Волга-2». Его развитие позволит внедрить самые современные цифровые технологии в работу почты и создать дополнительные рабочие места. Важным направлением является развитие почтобанка. Благодаря ему почти 100% жителей региона получат доступ к услугам в самых отдаленных районах. При этом отделения почтобанка смогут выполнять и функции отделений связи. Здесь этот банк будет хорошо встроен в современную инфраструктуру почты. Конечно, мы людям, многим, особенно в сельской местности, в глубинке, да и не только в разных микрорайонах города, представить услуги, которые они до этого условно куда-то ездили, теряли время. Запрос на деятельность почтобанка, он особенно в сельской местности достаточно высок, потому что люди уже современно привыкли жить, и им необходимы банковские услуги, и мы вот эту линию, конечно, будем продвигать. Самара в третий раз присоединилась к Всероссийскому параду студенчества. Под развивающимися флагами на площади славы собралось около 8,5 тысяч первокурсников. Всего же участие в торжестве приняли 9 тысяч человек. На посвящение студента побывала и Лариса Шалафаст. Кто сжигает дождь и грязь, наша доблестная связь! С веселыми кричалками и отличным настроением самарские студенты собрались на площади славы, чтобы присоединиться к Всероссийскому параду. Всего на праздники собрались учащиеся 16 вузов и 20 СУЗов Самары. Тут же собрались почти все вузы, и поэтому волнительно, мы все вместе их увидим, и можно даже познакомиться с нами некоторыми. Настроение улетное, я надеюсь, парад будет таким же классным, крутым, как сегодняшний день. В этом году учиться в Самарскую область приехали абитуриенты более чем из 70 регионов страны, а также из дальнего и ближнего зарубежья. Престиж самарских учебных заведений растет. Еще 5-6 лет назад ни один самарский вуз не входил в число лучших в стране. Сейчас уже 4 в топе 50 России. А Самарский национальный исследовательский университет имени Королева серьезно продвинулся в глобальном международном рейтинге. Он обошел 2000 учебных заведений и вошел в список 600 лучших вузов мира. Есть чем гордиться и Самарскому государственному медицинскому университету. Он возглавил кластер вузов по Волжье. Сегодня по среднему баллу ЕГЭ принятых студентов сам ГМУ стал одним из лидеров в стране. Для этого сейчас все делает президент страны нашей Владимир Владимирович Путин. Чтобы наша страна, наша страна в мире заняла самые устойчивые позиции. Но мы все понимаем, без вас, без ваших знаний мы не сможем это сделать. И я желаю вам побед. Желаю вам труда такого упорного, чтобы вы добились в жизни самых больших высот. Во время акции самарские студенты присоединились к селе Мосту с Москвой, участие в котором приняли 36 городов России. Звершился праздник традиционной клятвой первокурсника. Клянемся! 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 Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Узбекский плов, азербайджанские сладости, чувашские песни и дружелюбная атмосфера. Все это можно было встретить на празднике Дня Дружбы Народов. Тысячи самарцев разных национальностей собрались на улице Осетинской в Волгаре. Пели, танцевали и веселились. Не осталось стороне и Марианы Мирные. День Дружбы Народов продолжает собирать тысячи человек разных национальностей, которых ждет живая музыка, вкусная еда и много всего интересного. Что ж, не будем терять время. Пойдемте веселиться! В третий раз 157 национальностей, проживающих в Самарском крае, встречаются на улице Осетинской, чтобы отметить свой праздник – День Дружбы Народов. Гостей встречают национальные культурные центры, как водится громко, звонко и с размахом. Сегодня в Самаре праздник! Веселый шум на улицах с утра! День Дружбы Народов! Фестиваль открывать пора! По славу земли Самарской! Самарская область – единственная в стране, где на региональном уровне празднуется День Дружбы Народов. Большую поддержку оказывает губернатор Николай Меркушкин. Не только словом, но и делом. На строительство трех новых улиц в Волгаре из областного бюджета выделен 181 миллион рублей. Глава региона наградил почетными грамотами тех, кто внес ценный вклад в развитие Самары многонациональной и поздравил жителей с праздником. Хочу вас поздравить с праздником! Пожелать каждому из вас успехов! Успехов во всем! Дружить друг с другом! Любить друг друга! Несмотря ни на что! Любите! Женитесь! Пусть рождаются общие дети! Мы еще будем сильнее! Мы еще будем крепче! Мы еще будем крепче! Потому что от смешения крови новый этап, новая сила, новые умные люди молодые, которые покорят весь мир, покорят умом, талантом, технологиями. Успехов всем! Благополучия! А на Самарской земле мира, счастья и добра! С праздником вас! В рамках празднования главе региона провели экскурсию по строящемуся парку «Дружба народов». Николай Меркушкин отметил, что парк станет новой точкой притяжения жителей и гостей города, новой достопримечательностью, что особенно актуально в преддверии Чемпионата мира по футболу. Всего здесь будет 22 национальных дома, в народных традициях благоустроят и прилегающие к постройкам участки. То, что мы сейчас находимся в парке «Дружба», это вы видите уже строительство домов. В этом году будут закончены 11 домов полностью. Потом все дома, которые мы начали строить, они будут закончены где-то в марте-феврале будущего года. На будущий год вот этот праздник будет проходить вот здесь. Интерактивные площадки для детей, мастер-классы, популярные музыканты и дружелюбная атмосфера царили на дне «Дружбы народов». В Самаре этот праздник поистине любим. Именно в такие моменты все жители, как один, понимают, что все они едины тем, что живут на одной земле и искренне любят свою страну – Россию. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Лицо дома, его фасад, каким бы красивым он ни был внутри, внешний вид должен соответствовать. Здание, входящее в усадьбу «Зеленка», нынешний дом журналиста, теперь и внутри, и снаружи выглядит достойно. Что изменилось на Самарской 179, расскажет наш корреспондент. Дом «Красавец», здание на Самарской 179, было построено в начале 20 века и входит в комплекс постройку усадьбы архитектора «Зеленка». Сегодня в нем расположен союз журналистов Самарской области. За свою долгую историю здание повидало и пожар, и капитальный ремонт в 2004 году. И вот этим летом с городского бюджета были выделены средства на обновление фасада. Сам дом изначально выглядел, скажем так, в два раза меньше, в дальнейшем он уже перестраивался, делался дополнительный пристрой, но это все было, скажем так, уже в прошлом веке. Сейчас мы просто дом привели в соответствующее состояние, чтобы он смотрелся. Ну, на мой взгляд, это та изюминка, которая находится в этом районе. На то, чтобы привести в порядок фасад, потратили 340 тысяч рублей. На эти деньги был покрашен цоколь и оконные проемы, отремонтировано крыльцо и кованые конструкции, восстановлены ливневые стоки. Сложности были с тем, что навесная крыша, достаточно проблематично было устанавливать леса для фасадных работ. Ну, а в основном все это наша практика, мы уже давно работаем на рынке, и поэтому для нас больших сложностей не было произвести данный ремонт. Благоустроили и территорию, прилегающую к дому журналиста. Вместо старого асфальта уложили тротуарную плитку, заменили бортовой камень и засеяли новый газон. Марьяна Мирная, Константин Головин, События. Важные связи с заставкой на дом. В саморских подъездах устанавливают информационные доски. С их помощью жителям будут сообщать об изменении тарифов ЖКХ, общественных собраниях, а также размещать контакты управляющих микрорайонов и старших по домам. Работа ведется во всех районах по поручению областных и городских властей. Репортаж Алины Чемерис. Чтобы узнать о самом важном, достаточно спуститься на первый этаж. Жители дома номер 12 по улице 15 квартал одними из первых устанавливают в своем подъезде информационную доску. Теперь жители всегда будут в курсе, как изменились тарифы ЖКХ, когда пройдет субботник или общественное собрание. Удобство для жителей, что люди будут владеть информацией, доступной им. Допустим, написано там что-то, отключение, что-то подключение или что-то такое, уборка территории или что-то такое, чтобы люди владели всей информацией. Вот для чего доска. Я считаю, что эта доска необходима во все подъезды. Всего в этом микрорайоне установят 82 информационные доски. На них в том числе будут размещаться контакты управляющей микрорайоном. Светлана Кульгаева для своих жителей доступна всегда. Старается наладить все каналы связи. Создала группу в соцсетях, подготовила визитки. Я, когда общаюсь с жителями, я раздаю свои визиточки. Я могу показать даже. У меня есть визиточка. То есть я житель, когда общаюсь, разговариваю, рассказываю о нашем микрорайоне, какие у нас изменения происходят, представляюсь. И я обязательно ставлю свой телефон, своими контактами, где я принимаю, в какие дни. Это есть тоже, да. Новая информационная доска появится и в доме на втором квартале. Та, что на улице быстро портится из-за дождя и ветра. Теперь, говорят жители, все сведения точно дойдут до адресатов. В моем микрорайоне активно проходит собрание советов многоквартирных домов. Люди выбирают старших и заключают договора с управляющими компаниями. Эта информация будет размещаться на информационных досках. Будет размещаться информация о плановых каких-то мероприятиях. Информационные доски в подъездах планируют установить во всех районах города. Работы ведутся уже в большинстве из них. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Далее, коротко о других событиях дня. Зенитчики ЦВО провели более 20 пусков боевых ракет на учениях в Астраханской области. Военнослужащие успешно отражали нападения с воздуха на расстоянии до 50 километров и не позволили нанести ущерб прикрываемым объектам. Стрельба велась по мишеням, имитировавшим бомбардировщики и крылатые ракеты противника. Эти учения заключительный этап лагерного сбора. В нем принимали участие около тысячи зенитчиков ЦВО из Пензенской, Самарской и Оренбургской областей. 19-летний парень оказался заживо погребенным на Самарской стройке. Трагедия произошла на улице Аэродромной около Парка Победы. Молодой человек трудился разнорабочим. На стройке произошел обвал и молодого человека засыпало землей. Его коллеги начали разгребать землю, но не успели, парень погиб. По факту трагического инцидента проводится проверка. По предварительной информации, руководство строительной компании, которая занимается возведением жилого комплекса, наняло другую организацию для прокладки коммуникаций, в которой трудился 19-летний рабочий. Когда произошел обвал, он находился в траншее на 4-метровой глубине. На этой же стройке якобы работал отец погибшего. 300 тысяч рублей задолжал работникам директор Самарской строительной фирмы. Нарушение трудового законодательства обнаружила прокуратура. В отношении руководителя фирмы возбуждено административное дело по статье нарушения выплат заработной платы. Кроме этого, директор заплатит 10 тысяч рублей штрафа в пользу Государственной инспекции труда. Спасатели эвакуировали из Рождественного мужчину с инсультом. ЧП произошло в воскресенье. Срочная эвакуация потребовалась 51-летнему мужчине. За помощью к спасателям обратились врачи больницы села Рождествено. Мужчина находился в тяжелом состоянии и самостоятельно передвигаться не мог. Больного доставили на лодке в Самару и передали врачам скорой помощи. 6 тысяч мест выделят полицейские в общежитиях самарских вузов на время проведения Чемпионата мира по футболу. Известно, что к охране порядка во время Мундиали привлекут более 10 тысяч полицейских и полторы тысячи бойцов Росгвардии. Две трети из них прибудут из других регионов. Напомним, что Чемпионат мира пройдет в 11 городах России в 2018 году. С 14 июня по 15 июля в Самаре состоится 6 матчей. Новый микроавтобус теперь появился у футбольного клуба «Крылья Совета». Такой подарок спортсменам сделали спонсоры в преддверии Чемпионата мира. Автобус рассчитан на 12 мест, оснащен системой кондиционирования как для водителя, так и для пассажиров. По бездорожью на нем особо не поездишь, а вот в городе, уверяют специалисты, равных ему нет. На новом транспорте планируется перевозить юношеские команды, а также судейские бригады. У нас автопарк устарел, и нам давно надо было менять микроавтобус. Мы просто органично перешли к следующему шагу и стали брать не деньгами, а транспортом. Ездить планируется это судейские бригады встречать. Ну и так как он 12-местный, вот где-то от 10 до 12 человек, где есть логистика. Там мы будем его использовать. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Препятствий больше нет. Снесено последнее незаконное здание, которое мешало строительству трамвайной ветки к стадиону. Зима близко. Подготовка к отопительному сезону в Самаре вышла на финишную прямую. Воин, государственник и журналист. В Самаре почтили память самого знаменитого ее городоначальника Петра Алабина. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова